Самый вкусный быстрый пирог за считанные минуты. От этого пирога, друзья, все просто без ума. Привет, друзья! Меня зовут Людмила и вы смотрите мой кулинарный канал. Многие думают, что если постная выпечка, то она получается невкусная. А здесь, друзья, я не соглашусь. Сегодня мы вместе с вами приготовим прекрасный, вкуснющий, постный пирог. Пирог, друзья, получается просто волшебный. А если вы еще не подписаны на мой канал, то, конечно же, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Будем готовить вместе! Для начала берем апельсин и снимаем цедру. Удобно это делать с помощью терки. Теперь разрезаем апельсин пополам. Прокалываем вилочкой и выдавливаем сок. Нам понадобится 2 апельсина. Сок можно пропустить через сито, но я это делать не буду. Всего сока нам понадобится 150 мл. Добавляем сахар 150 г. Растительное масло 100 мл. Обязательно берите без запаха. И хорошенечко все перемешиваем. До чего же это вкусный пирог, вы себе не представляете. Без масла, молока. И при этом выпечка получается очень вкусная. В этот пирог я люблю добавлять курагу. Но можете использовать и цукаты. В общем, что любите, то и добавляйте. Муку 250 г нужно обязательно просеять. Вместе с мукой просеем разрыхлитель. 2 чайные ложки. Теперь замешиваем тесто. Перемешиваем хорошо, не спеша, до однородности. У нас должна получиться вот такая масса. Отправляем в тесто курагу, орешки и изюм. Всего по весу у нас должно получиться 140 г. Тесто мы не оставляем, а сразу отправляем в форму. Диаметр моей формы 20 см. Тесто выравниваем по всей поверхности. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Достаем и готовность обязательно проверяем деревянной палочкой. Она должна быть полностью сухой. Пирогу даем остыть и посыпаем сахарной пудрой. Разрезаем на порционные кусочки и подаем на стол. Кстати, друзья, режется он очень легко. Вы только посмотрите, какой он пышный, высокий получился. А бесподобный аромат сложно передать словами. Это надо пробовать. Друзья, быстро записывайте рецепт этого волшебного пирога. Он очень вкусный получился. И я рекомендую вам готовить его для своих родных. Он очень-очень вкусный. Желаю вам приятного аппетита. Как всегда, хорошего настроения. До новых встреч. Всего доброго. Скоро увидимся. Пока-пока.